С начала войны более 11 миллионов жителей Украины покинули свои дома. Более 4 миллионов из них были вынуждены уехать за пределы Украины. Журналист Юрий Дудь выпустил программу о помощи украинским беженцам в Европе. И спустя три дня Минюст объявил его иностранным агентом. Политолог Екатерина Шульман рассказала, что уехала в Германию по стипендии фонда Роберта Боша. И спустя два дня Минюст объявил ее иностранным агентом. Историтарный, чем режим беспарламента. Популярный политолог среди либерально настроенной молодежи. На ее влог в Ютубе подписаны почти миллион человек. Видео с аналитикой от Шульман верусятся в ТикТок. Шульман рассказала в интервью Deutsche Welle, что интеллектуальный багаж, как и навык смотреть на ситуацию объективно, помогает не впасть в уныние. Как всякий человек отъехал, что я, естественно, первые дни довольно много думала, правильно ли это было. И, может быть, надо было остаться. А, может быть, вот те угрозы с одной стороны и те возможности с другой стороны были мной преувеличены. Зачем же, зачем же, зачем же, может быть, не нужно было ничего этого совершать. А когда тебе приходит такое сообщение с любимой Родиной, это, конечно, как-то подтверждает правильность твоих решений, обоснованность твоих решений и правильность твоих поступков. Так называемый статус иностранного агента застал врасплох экс-координатора движения «За честные выборы. Голос» Кирилла Кругликова. Журналист стоял в очереди на посадку в самолет, чтобы вернуться в Москву. Из аэропорта, из гейтов выход только в самолет. И мне пришлось выяснять, как мне вообще выйти из зоны погрузки. Мне пришлось объяснять полиции, по каким причинам я решил сойти со своего рейса. Мне пришлось на английском объяснять, что значит «foreign agent» и почему. Мне, наверное, угрожает опасность в моей стране. Как рассказал Кирилл Кругликов, он уже больше года ожидал появления своего имени в списке Минюста. По его словам, цитата, «это как ты идешь по дороге, и вокруг тебя взрываются снаряды». Дело в том, что в списке уже значатся его коллеги из проекта «Северреали» и другие региональные координаторы движения «Голос». В 2018 году был координатором штаба Навального. После я занимался наблюдением на выборы. Я писал для «Радио Свободы». И, мне кажется, любой из этих опостасей мне угрожает опасность. Наверное, иноагентам быть лучше, чем экстремистам. Но вот это вот ожидание непонятное, что будет дальше, и может ли это после иноагентства... После иноагентства может ли случиться еще экстремизм? В общем, да, мне кажется, это лучше повременеться возвращением в Россию, потому что там небезопасно и неопределенно. В последнем списке Минюста также оказались главный редактор расследовательского СМИ «The Insider» Роман Доброхотов, обозреватель Алексей Семенов. Статус иноагента получил карикатурист Сергей Ёлкин. Художник сотрудничает с рядом СМИ, в том числе и с Deutsche Welle. Кроме журналистов, в список Минюста включили сразу нескольких человек, которые активно занимаются защитой прав ЛГБТ-сообщества. Среди них журналист и ведущий YouTube-шоу «Stray Talk to Gay People» Карен Шейнян, а также доцент РГПУ имени Герцена Мария Сабунаева. До 2019 года Мария была психологом ЛГБТ-инициативной группы «Выход» и до 2021 года психологом российской ЛГБТ-сети. Эти организации уже несколько лет включены в список иностранных агентов Минюста. Правозащитница подчеркивает, что политические репрессии в отношении ЛГБТ-активистов начались еще в 2013 году. Риски были всегда, но сейчас стало еще опаснее, потому что инспирируется сверху. Если президент высказывается и собирает именно эти вещи, а Патриарх Кирилл у нас вещает во время военных действий про гомосексуализм, вот просто больше других проблем в этот момент нет, то это настолько четкое обозначение курса, что опасно. Опасно, что экстремистские группировки сейчас поднимут голову. Опасно, что это сигнал ФАС и конкретные списки конкретных людей, людей открытых, людей с фотографиями и так далее. Вот это все очень опасно. Но они это знают. Они этого и хотят. Они хотят, чтобы не их руками это было сделано, а руками всяких экстремистов, которым можно потом погрозить пальчиком. Отметим, что сейчас в списках Минюста числится 99 человек. Продолжение следует...